Модельная линейка Ниссанов на российском рынке сократится еще на две модели. Дилеры распродают запасы кроссоверов Juke и суперкаров GTR 2018 года выпуска. И на этом две самые харизматичные модели марки с нами попрощаются. И дело тут не только в слабых продажах, а в необходимости продления истекших сертификатов одобрения типа и установки систем Aero Glonass. В прошлом году Juke нашел у нас 2500 покупателей и занял третье место в сегменте кроссоверов B-класса после Kia Solo и покидающего рынок Ford EcoSport. К слову, продажи Juke в России три года назад уже прерывались. Ниссан тогда исследовал возможность локализации модели, но в итоге вернул на рынок машины британской сборки с урезанной гаммой модификаций и без полного привода. Новое второе поколение Juke, основанное на модульной платформе CMF-B, дебютирует уже в этом году. Но в России новинка не появится. Взамен нам предложат простенький кроссовер на платформе B0, аналог индийского компакта Nissan Kicks. У суперкара GTR прямой замены не предвидится. В прошлом году россияне купили 25 экземпляров, а это не так и мало на фоне мирового тиража в 2000 штук. По всей Европе разошлось 524 GTR, еще полтысячи продано в США. Второе поколение суперкара с индексом R36 будет глубокой модернизацией нынешнего и выйдет в ближайший год-два. А полностью новый R37 увидит свет не ранее середины 20-х годов. Итого в России останется 4 модели Nissan. Это Tirana, Qashqai, X-Trail и Murano, которые выпускаются на заводах в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам пяти месяцев продажи Nissan в России упали на 13%, до 26 тысяч автомобилей. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ